ОСЕЛ Идёт ОСЕЛ по дороге, а навстречу ему пёс, печальный, невесёлый. «Что с тобой, приятель?» – спрашивает ОСЕЛ. «Старый я стал», – говорит пёс. «Для охоты не гожусь больше, вот меня хозяин и выгнал». «Пойдём со мной в город Бремен», – позвал ОСЕЛ. «Станем там музыкантами». «Я буду петь и на гитаре играть, а ты в барабан бить». Обрадовался пёс и пошёл вместе с ОСЕЛом. Шли они, шли. Вдруг видят, сидит на дороге кот. Грустный-прегрустный. «Что грустишь, котик?» – спрашивает пёс. «Как не грустить? Старый я стал», – говорит кот. «Не могу больше мышей ловить, вот меня хозяинка и выгнала». «Пойдём с нами в город Бремен», – предложил ОСЕЛ. «Я буду там петь и на гитаре играть, пёс в барабан бить, а ты на скрипке играть». Обрадовался кот и пошёл с ними. Идут они дальше. Видят, петух на воротах кукарекает во всё горло. «Ты что, петушок, кричишь?» «Хотят мои хозяева суп из меня сварить», – говорит петух. «Не знаю, что мне делать». «Пойдём с нами в город Бремен», – предложил петуху ОСЕЛ. «Я буду там петь и на гитаре играть, пёс в барабан бить, кот на скрипке играть, а ты петь и на балалайке играть». Обрадовался петух, и пошли они дальше вместе. Долго шли, вот уже и ночь скоро. Глядь, невдалеке огонёк горит. Пошли на огонёк, вышли на поляну, а там дом стоит, и окошко в нём светится. ОСЕЛ подошёл к дому и заглянул в окно. «Что ты там видишь, осёл?» – спрашивает пёс. «Сидят за столом разбойники», – отвечает осёл. «Едят и пьют». «Ох, как есть хочется!» – вздохнул пёс. «Ох, как пить хочется!» – пожаловался петух. «Как бы нам разбойников из дома выгнать?» Думали они, думали и придумали. «Осёл поставил передние ноги на окно, пёс взобрался на спину ослу, кот вскочил на спину псу, а петух взлетел на голову коту. И тут они все вместе как закричали, осёл по-ослиному, пёс по-собачьи, кот по-кошачьи, а петух закукарекал. Закричали и ввалились через окно в комнату. Испугались разбойники, убежали в лес. А осёл, пёс, кот и петух сели вокруг стола и принялись за еду. Наелись, напились и спать легли. Осёл лёг во дворе на сене, пёс перед дверью, кот свернулся клубком на печи, а петух взлетел на ворота. Потушили они свет и заснули. Увидели разбойники, что огонь в окошке погас, и послали одного разбойника посмотреть, что в доме делается. Прокрался разбойник в дом, глядь, горят на печи два огонька. Это угли, решил разбойник. Разожгу-ка я лучинку. Ткнул в огонёк лучинкой, а это кошачий глаз. Разозлился кот и цап его лапой. Разбойник в дверь, а тут пёс его за ногу схватил. Разбойник во двор, а там его осёл копытом легнул. Разбойник в ворота, а петух как закричит «Ку-ка-ре-ку!» Перепуганный разбойник еле ноги унёс. Прибежал он в лес и рассказывает. «Беда! В нашем доме сидят страшные великаны. Один своими пальцами мне в лицо вцепился, другой ножом ногу порезал, третий по спине дубиной стукнул, а четвёртый закричал «Держи вора!» Испугались разбойники и ушли из леса навсегда». А бременские музыканты осёл, пёс, кот и петух отпраздновали победу над разбойниками и остались жить у них в доме да поживать. Старый мельник оставил в наследство трём своим сыновьям мельницу, осла и кота. Старший сын получил мельницу, средний – осла, а младшему достался кот. «Ну и наследство!» Чуть не плакал от обиды младший брат. «Самому есть нечего, а теперь ещё и кота кормить надо!» А кот вдруг сказал человеческим голосом «Не печалься, хозяин! Дай мне мешок, сапоги и шляпу с пером, и тогда увидишь, чего я стою!» Удивился сын мельника, но дал коту всё, что тот попросил. Кот тут же побежал в лес и поймал в мешок кролика. Довольный своей добычей, он отправился в королевский дворец. Сняв шляпу перед королём, кот почтительно произнёс. «Ваше величество, примите в подарок этого кролика из лесов моего хозяина Маркиза де Карабаса!» Король с удовольствием принял подношение. С того времени кот стал постоянно приносить во дворец от имени Маркиза де Карабаса кроликов, куропаток, перепелов и рябчиков. Однажды кот уговорил своего хозяина пойти на реку купаться. Хитрый кот знал, что в это время король с принцессой будут проезжать мимо. Увидев приближающуюся королевскую карету, кот спрятал одежду хозяина и стал кричать. «Помогите! Маркиза де Карабаса нет! Грабители украли его одежду!» Король приказал спасти беднягу и одеть в лучший наряд из королевского гардероба. Спасенного пригласили в карету короля, а кот со всех ног помчался вперед. На большом лугу крестьяне косили траву. Кот крикнул им на бегу. «Сейчас здесь проедет король. Если он спросит, чье это владение, отвечайте Маркиза де Карабаса, иначе вам будет худо!» Когда королевская карета подъехала к лугу, король поинтересовался. «Чьи это земли?» «Это земли Маркиза де Карабаса!» ответили напуганные котом косари. Король был очень доволен, ведь Маркиз де Карабас оказался не только красивым, но еще и богатым. А принцесса не сводила с Маркиза влюбленных глаз. На самом же деле это были земли богатого великана-людоеда. Опередив королевскую карету, кот прибежал прямо к нему в замок. «Ты кто такой?» рявкнул людоед. «Разве вы не видите кот в сапогах?» «Ну и зачем пожаловал?» спросил людоед. «Меня уверяли, » сказал кот, «что вы умеете превращаться в любого зверя. Ну, например, вы будто бы можете превратиться во льва или слона». Не успел он договорить, как людоед превратился в огромного льва. Испуганный кот взлетел по шторе под самый потолок. Забравшись на карниз, хитрый кот промурлыкал. «Никогда не поверю, что вы можете превратиться во что-нибудь маленькое, ну, например, в мышь». И тут вдруг страшный лев исчез, а по полу проворно забегала мышка. Недолго думая, кот бросился на нее и проглотил. Тем временем королевская карета подъехала к замку. Кот распахнул ворота со словами, «Добро пожаловать в замок Маркиза де Карабаса!» Король с восхищением осматривал замок, а вслед за ним шел Маркиз с прекрасной принцессой. Скоро сыграли шумную свадьбу, и королевская дочь стала женой Маркиза Лиза де Карабаса. Сын Мельника поверить не мог своему счастью. Довольный король весело танцевал на свадьбе вместе с котом. После этого кот в сапогах сделался очень важным господином и стал ловить мышей только для забавы. Жили-были дедушка и бабушка. Была у них внучка Маша. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли Машеньку звать. «Иди!» говорят Маше дедушка и бабушка. «Только смотри от подружек не отставай, а то заблудишься!» Пришли девочки в лес. Стали собирать грибы да ягоды. Вот Маша деревце за деревце кустик за кустик и заблудилась. Стала подружек звать, а подружки не слышат. Зашла Машенька в самую чащу. Вдруг видит стоит избушка. Постучала не отвечает никто. Вошла Маша в избушку и села на лавочку хозяев дожидаться. А в той избушке жил большой медведь. Только его дома не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, очень обрадовался. «Ага!» говорит. «Теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить, печку топить, кашу варить, меня кашей кормить. А если уйдешь, поймаю и тогда уж съем!» Погоревала Маша, да ничего не поделаешь. Стала она у медведя жить и думать, как ей от него убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает. Спросить не у кого. Думала она, думала и, наконец, придумала. Вот однажды говорит Машенька медведю. «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню. Я бабушке и дедушке гостинцев снесу». «Нет!» говорит медведь. «Ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу». А Маше того и надо. Напекла она пирожков, достала короб и говорит «Я пирожки в короб положу, а ты снеси их дедушке и бабушке. Да смотри, не ешь по дороге. Я на дубок влезу, за тобой следить буду. А сейчас выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик». Только медведь на крыльцо вышел, Маша тут же в короб залезла, а сверху блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов. Взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет между березками, во вражке спускается, на пригорке поднимается. Шел, шел, устал и говорит, «Сяду на пенек, съем пирожок», а Машенька из короба, «Высоко сижу, далеко гляжу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке». «Ишь, какая глазастая!» Расстроился медведь и пошел дальше. Шел, шел, снова остановился и говорит, «Сяду на пенек, съем пирожок». А Машенька из короба опять, «Не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке». Удивился медведь и пошел дальше. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили и ну изо всех сил стучать в ворота. Тук-тук-тук, отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес. А собаки со всех дворов почуяли медведя, бегут, лают на него. Испугался медведь, бросил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли дедушка с бабушкой к воротам. Видят, короб стоит. Что это в коробе? Спрашивает бабушка. Дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька. Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть. Машенька 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 Машенька